Количество велосипедистов вырастает с каждым днем, а вот велодорожек больше не становится. Передвигаться на этом виде транспорта по дорогам совсем небезопасно. Именно поэтому велосипедисты вышли под здание мэрии, чтобы обратить внимание города на эту проблему. Продолжающийся ремонт дорог не учитывает потребности велосипедистов. По словам этой стремительно растущей категории граждан, улицы Одессы все так же небезопасны для передвижения на велосипеде и электротранспорте. Участники акции выступили за активизацию работ по обустройству велокольца между районами города. До конца следующего года, говорят велосипедисты, его строительство должно быть завершено. Мы в очередной раз хотим напомнить городским властям об их же собственном обещании создать в Одессе сеть велодорожек. И этот вопрос становится все более и более актуальным, потому как в нашем городе увеличиваются пробки, увеличивается количество велосипедистов, и это одно из решений проблемы транспортной. Процентов 10-15 Одесситов могут ездить на велодорожках, на велосипедах, если создать им для этого условия. Потому что сейчас ездить на велосипеде неприятно и, я бы сказал, небезопасно. Но если сделать людям удобные условия, отдельные от автомобильного потока велодорожки, то много Одесситов пересядет на велосипеды. Акция была собрана довольно быстро. Всего за пару дней на мероприятии в Фейсбуке откликнулись люди, готовые напомнить городской власти об их обещании реконструировать дороги с учетом передвижения велосипедистов. Организаторы говорят, требования были выработаны большинством велолюбителей города посредством соцсетей. Это все для того, чтобы в Одессе можно было комфортно и безопасно перемещаться на велосипеде. И, к сожалению, городская власть за свою каденцию практически ничего не сделала. Мы хотим полноценных велодорожек, хотим, чтобы из точки А в точку Б можно было переместиться на велосипеде, не переживая за свою жизнь, за жизнь своих детей. Зачастую автомобилисты и пешеходы недовольны тем, кто выбрал более экологичный вид транспорта. Велосипедисты нарушают правила дорожного движения, клиниваются в поток автомобилей или едут по тротуару на высокой скорости, представляя опасность для окружающих. Наличие велосипедных дорожек могло бы исправить ситуацию, полагают организаторы митинга. К тому же количество велосипедистов значительно увеличилось в период пандемии. На дороге, ну, то, что нас не уважают. Просто к обочине каждый раз маршрутное такси, открывание дверей водителей, они не смотрят в боковые зеркала. В пандемию, то есть, как бы, когда был запрещен общественный транспорт, повыезжали те велосипеды, которые, по-моему, ездили еще лет 10-20 назад. Поэтому просим для безопасности нас, наших будущих детей, всего города, для того, чтобы действительно туристы могли приезжать к нам и понимать, что мы современный город, строить для нас велосипедную структуру. Она касается не только велосипедов, она касается и пешеходов, потому что, когда строится велодорожка, обустраивается все – и пешеходная часть, и велосипедная, и зеленое насаждение. Напомним, проект по улучшению инфраструктуры был утвержден пять лет назад. Однако с тех пор были сделаны лишь две велодорожки – на улицах Краснова и Ольгиевской. В профильном департаменте заочно ответили митингующим. На прошлой неделе схемы по новым велодорожкам уже были получены нами из патрульной полиции. Департамент транспорта выдано техническое задание на нанесение соответствующей разметки. Но и в дальнейшем развитие велоинфраструктуры у нас является одним из приоритетных задач. Мы в пятницу проводим совещание, связанное с реализацией в городе большого проекта – это создание сталого разведку места. И кроме того, рассмотрение отдельной велодорожки с поселка Котовского в город включено в отдельную программу, которую мы реализуем вместе с Европейским инвестиционным банком. Сроки реализации глобальной городской велопрограммы снова сдвигаются. А это значит, что трасса здоровья еще долго будет главной велонагистралью Одессы.